И сегодня же мужской хор и ученики Петрозаводского президентского кадетского училища поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Брагина с 76-й годовщиной Победы. Знаменитая Катюша в исполнении мужского хора для Анатолия Ильича Брагина. Он защищал родную землю 17 лет. Воевал на Курской дуге, участвовал в страшных боях на Смоленщине, а долгожданный День Победы встретил, когда освобождал Прибалтику. Мужской хор под руководством Алексея Умнова исполнил для ветерана еще две знаменитых песни. День Победы композитора Давида Тухманова и композицию «Священная война», которая стала гимном защиты Отечества. И, кажется, вместе с хором подпевал весь Октябрьский проспект. А Анатолий Ильич улыбался и махал гостям из окна. Когда нам сказали, что есть дедушка ветеранка, он 94 года, который боится, что может не дожить до Дня Победы, и что есть возможность его прийти поблагодарить, поздравить, конечно, мы не раздумывая согласились. Это, наверное, самое минимальное, что мы можем сделать, как свою благодарность выразить тем людям, которые кровь свою проливали, которые жизнь отдали за то, чтобы мы могли жить сейчас, песни петь. К поздравлениям присоединились и ученики Петрозаводского президентского кадетского училища. Ребята поддерживают крепкую связь с ветераном, пишут письма, рассказывают о своих маленьких успехах. А сегодня они приготовили для Анатолия Ильича плакаты с рисунками и алые гвоздики. Подарки передали через его дочь Марину. Эмоций очень много, потому что просто в восторге. Это словами не передать. Ему настолько понравилось, он настолько тронул. Все началось с совета ветерана. Когда-то к нам в гости пришли кадеты. У нас была теплая беседа, мы пили чай, разговаривали. У отца историй на всю жизнь хватит. Ему бы книги написать, он мне до сих пор их рассказывает. Теперь в «Большой книге жизни» Анатолия Ильича появится еще одна история о том, как в преддверии 9 мая 2021 года к нему приехали гости, чтобы спеть для него любимые композиции и еще раз поблагодарить за мирное небо над головой. Мария Лукьянова, Александр Ройкин, Илья Рычков. Вести Карелия. Петрозаводск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова